Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире мистер Сергей, и сегодня я продолжаю осваивать китайский рынок. У нас с вами на очереди гитары фирмы E-Art. Точно не знаю, как оно произносится и что именно оно обозначает, но я для себя определил, что это электронное искусство. Электрик-арт. Возможно, это как-то связано с электрогитарами, возможно, это как-то связано с криптовалютой. Тем не менее, у меня очень много интересных гитар, и сегодня мы начнем с тотального сравнения. Два настоящих леса пола. Оба они имеют привычную нам форму, два хамбакера, короткую мензуру, громкость и тон. Единственным отличием является, пожалуй, вес, о котором никто не говорит. Вот эта вот серая гитара цвета асфальта, похожая на гитару того человека из группы Rammstein, она не весит ничего. Я не знаю, из чего она сделана, но она легкая. И это здорово. На самом деле вес нерешающий фактор. С другой стороны, вот такая вот ажурная гитара с кленовым топом. Скорее всего, именно это дает нам существенную массу, потому что здесь уже попахивает настоящим лесполом. Кто не знал, то клен это очень плотное, твердое и тяжелое дерево. Поэтому, если у вас кленовый топ, скорее всего, у вас как минимум две грыжи. Поздравляю. Чтобы подчеркнуть все достоинства хамбакеров, я воткнулся в свой любимый Marshall. И вот так это звучит. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В целом, довольно уверенный инструмент. Мне нравится. Он не такой толстый, как настоящий леспол. Гриф удобный. Опять же, лады не режут. Но самое прикольное здесь есть отсечка. Ну-ка. Если вы только чувствовали, какая она плавная, я вам всем предлагаю пойти в этот магазин, где они продаются, и понажимать. Господи, это потрясающе. Ради такого пуш-пула я бы купил себе эту гитару и перед сном этим занимался. Господи, да. Такая плавная. Я первый раз такую встречаю. Вот так одним движением мы можем получить из леспола самый настоящий телекастер. И это ли не прекрасно? Послушайте. Вот так звучит обыкновенный тупой, тупорылый хамбакер. Или божественный сингл. Как будто одеялом накрывают. Он, значит, орёт, такой визжит, а его одеялом накрывают. И он... Примерно такой вот результат. И на неке то же самое. Смотрите. И, соответственно, посередине. Тот самый звук звука. Или приподнимем. Очень хорошо. Просто замечательно. Восхитительно. Ещё раз внимательно. Сингл с убранным тоном. Или хамбакер тон на максимум. Для этого мелодии звучит, конечно, пожирнее хамбакер. А если тон убрать полностью? Получается днище. Не будем так делать. Приберу немножко гейна. ПОДПИСМЕНТОЕ ВСЕМЕНТОЕ 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 ВС Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В целом действительно интересный инструмент. Но что же скрывает в себе тот черныш? Давайте попробуем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Как нетрудно заметить, эта гитара звучит не менее жирно, чем та тяжеленная. А я бы сказал, может, даже и пободрее в чем-то. Единственное, что здесь нет, это моего любимого тугого пушпула. Но я думаю, его можно как-то перевпаять. Звукосниматели похожи на те, но в целом, из-за того, что гитара легче, она сильнее резонирует. И у нее другой отзвук и отклик. Иными словами, для быстрых риффов эта гитара подойдет гораздо лучше, потому что она четкая. В ней есть очень большая четкость и раздельность нот. Возможно, если вы гаремурствуете, это немножко не тот вариант. Хотя, с другой стороны, можно просто не рассуждать, а играть. Еще раз, я знаю только начало. Вот так вот. Да, согласен, точка, подпись, печать действительно не подходит. Только на той тяжеленной можно сыграть настоящего Гарри Мура. Ну, если вам нужно что-то более отрывистое, более конкретное. Эта гитара подойдет вам незамедлительно. Подойдет вам незамедлительно. Будет незаменима для вашего подхождения. Тоже не так. Вы и эта гитара друзья навеки. Как-то тоже странно. Просто купи эту гитару и не задавай дурацких вопросов. Так называемые фистинг-аккорды. Страшное дело, после них все болит. Звучит музыка. 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 Знаете, она вот из-за того, что легкая и быстрая, мне напоминает больше эсгэшку. Хотя эсгэшка еще более яркая и ядреная, но вот это что-то среднее между ласполом и эсгэшкой. Прикольная гитара. И главное, что она легкая. Я не любитель такого цвета. Цвет по мне так и вообще невыразительный. Он совсем скучный. Асфальт. Ну что это такое? У меня асфальт вон, повсюду. Нужно как-то поинтересней, но начало положено. Я считаю, что это очень достойный вариант. Уверен, что она стоит дешевле, чем та тяжелая. И это хорошо, я считаю. Для нас, для простых. Потому что, во-первых, ты не тратишь деньги, а во-вторых, у тебя не болит спина и звучит она поинтересней. Если уж тебе очень-очень нужно сделать жир, ты можешь какую-нибудь дополнительную примочку поставить перед этим. Какой-нибудь фуз или эквалайзер с серединой. И будешь получать те самые необходимые звуки. Вот смотри, я тон убрал и сразу Гарри Мур. Хоп, 300 долларов в кассу. Хорошо, что у меня идеальный слух, и я никогда не отказываю себе в удовольствии идентично абсолютно подобрать оригинал песни. Что ж, друзья, вот такие вот очаровательные ласполы были у нас от китайской компании E-Art. Мне понравилось то, что у них есть два варианта. Супер классический для интеллектуалов и более концептуально модерновый для тех, кто идёт в ногу со временем. Обязательно переходите по ссылке в описании, смотрите где и почём можно купить эти гитары. Подписывайтесь на мой YouTube канал, Telegram, Instagram и прочие другие развлекательно-информационные ресурсы. С вами был мистер Сергей. Встретимся в Аде!